Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и её ведущая Наталья Казынцева. «Я не знаю, что говорить на исповеди». Такие слова можно услышать от человека, который в какой-то момент, оставив повседневную суету, задумался о своей душе. В наши дни такому человеку достаточно прийти в церковную лавку, и там ему предоставить на выбор сразу десяток различных книг, рассказывающих о таинстве исповеди, о покаянии, о том, какие страсти владеют человеческой душой, от которых и надо её очищать. Среди всех этих изданий практически в каждом церковном магазине можно найти одну небольшую книгу, составленную на основе бесед Архимандрита Иоанна Крестьянкина. Это опыт построения исповеди. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередное издание этой книги, которое поможет не только подготовиться к таинству покаяния, но и больше узнать о своей бессмертной душе. В этот сборник, выпущенный в свет издательством «Правила веры», включены два произведения Архимандрита Иоанна Крестьянкина, написанные им в разные годы — «Размышления о бессмертной душе» и «Опыт построения исповеди». Труд «Размышления о бессмертной душе» — это итог многолетних раздумий о самом главном в человеке — его бессмертной душе, о пути её спасения, о её естестве, назначении. Об этом отец Иоанн часто говорил в проповедях, беседах с людьми, писал в своих письмах. Кроме того, на протяжении всей жизни батюшка собирал мысли и рассуждения подвижников благочестия на эту важную и серьёзную тему. И эти труды вылились в неторопливое, последовательное и многогранное повествование о происхождении душ человеческих, о естестве и назначении души, о природе греха, о духе как высшей части человеческой души, о бессмертии и вечном блаженстве души. Размышляя о том, что такое душа, отец Иоанн пишет, «Душа не есть что-то материальное, вещественное, видимое. Душа человека — это совокупность всех наших чувств, мыслей, желаний, стремлений, порывов сердца, нашего разума, сознания, свободной воли, нашей совести, дара веры в Бога. Всё это составляет душу человека. Она бессмертна. Это бесценный дар Божий, полученный от Бога исключительно по любви Его к людям». Если бы, отмечает автор, человек и не знал из Священного Писания, что кроме тела он имеет ещё душу, то при одном уже только внимательном отношении к себе и окружающему миру он мог бы понять, что присуще только ему. Разум, сознание, совесть, вера в Бога — всё то, что отличает его от животного, составляет его душу. Это его душа, которая советом Божественной мудрости живёт и будет жить в нескончаемой вечности, если будет предана Богу. Это и многое другое пишет отец Иоанн о душе человека, который открывается до самых глубин в этой книге, помогающей читателю познать самого себя. Свои размышления автор подкрепляет обширными выписками из творений святых отцов и трудов отечественных подвижников благочестия. Он говорит о том, что забота о душе должна быть для каждого из нас целожизненным трудом. Также в эту часть издания включены в сокращении работы о кончении мира и грядущих судьбах России архиепископа Никона Рождественского и о конце мира митрополита Вениамина Федченкова. Второе произведение, вошедшее в книгу, под названием «Опыт построения исповеди», по словам составителей, сложилось из многих источников по мере вживания в молитвенный строй церкви, в опыт духовничества и пастырского душепопечения. Непосредственным материалом для сборника стали беседы архиепископа Иоанна Крестьянкина, которые проводились в 70-е годы в Псково-Печерском монастыре на первой седмице Великого поста после чтения покаянного канона Андрея Критского. Многим запомнились те вечера трепетного покаянного предстояния перед живым и близким Богом и собственной совестью. Запомнилось обличающее и врачующее слово пастырского назидания. Беседы были записаны и впоследствии изданы по просьбе паломников и прихожан Печерской обители. А затем они стали доступны и для более широкого круга читателей. Опыт построения исповеди представляет два цикла бесед старца. Первый цикл — по десяти заповедям Божиим, которые в Ветхом Завете были даны Богом пророку Моисею. Второй цикл — по девяти заповедям блаженства, о которых Иисус Христос говорит в Нагорной проповеди. Это произведение научает внимательно и детально готовиться к таинству исповеди. Серьезные вопросы излагаются у отца Иоанна в доступной форме и при этом четко и многогранно. Строго и нелицеприятно отец Иоанн указывает на грехи современного человека, но и дает ему надежду на исправление жизни перед лицом любящего и милосердного Господа, помогает нам увидеть по нашей возможности всю отягчающую душу, чтобы мы могли покаянием и исповедью очистить свою бессмертную душу и вновь сделать ее обителью Духа Святого. А предваряет книгу следующее слово отца Иоанна. «Мы собрались здесь, говорит Батюшка, чтобы принести Господу очередное покаяние. Хотелось бы предварить исповедь несколькими словами. Всякий из нас по мере сил и возможностей старается в обыденной жизни соблюдать чистоту в жилище и опрятность в одежде. А есть некоторые особенно чистоплотные люди, которые ревностно поддерживают чистоту и порядок. И как озабочен такой человек, если по каким-либо обстоятельствам эти порядок и чистота нарушаются? Также и человек, привыкший следить за чистотой своего сердца и опрятностью своих души, не может жить без покаяния. Такой человек ждет и жаждет очередной исповеди, как иссохшая земля ждет живительной влаги. Старец предлагает своим слушателям представить себе хоть на минуту человека, не смывавшего с себя телесную грязь всю жизнь. Думаю, мало приятного. Вот и душа, наставляет отец Иоанн, требует омовения. И что было бы, если бы не было бы таинства покаяния, этого целительного и очистительного второго крещения? А еще, отмечает отец Иоанн, у нас существует домашнее покаяние. Вечером на молитве вспомнить, чем досадил Господу за день и покаяться. А опытные духовники и наставники вообще советуют не откладывать покаяние, а как покривил совестью, согрешил, сразу же укорить себя и просить у Господа прощения. И Господь простит, ибо сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Однако, по словам отца Иоанна, тяжесть этого кома греховного будет давить до тех пор, пока над головой искренне покающегося грешника во время Таинства и Исповеди не будет прочитана священникам, имеющим по благодати священства власти разрешать грехи, разрешительная молитва. А прежде, чем это произойдет, как напоминает отец Иоанн, мы должны явиться на Исповедь, уже обдумав свои поступки, уже оплакав перед Господом свою греховную жизнь. Должны каждый принести личное свое покаяние перед Крестом и Евангелием. А разобраться, в чем кается на Исповеди, вам поможет книга отца Иоанна Крестьянкина. Публикуя эти беседы, издатели надеются, что они помогут хотя бы некоторым услышать и исполнить Божий призыв. Покайтесь, приблизилось Бог Царствие Небесное. Путь каждого человека неповторим и уникален, но не каждый может извлечь из своего жизненного опыта духовные уроки, и тем более не каждый может передать свой опыт другим. Архимандрит Иоанн Крестьянкин один из тех редких людей, которые отдали себя Богу и ближнему всецело. И все, чему Батюшка учил других, было подкреплено личным и духовным опытом. Поэтому каждое его слово имеет особую цену, является драгоценным кладом в духовной литературе. Именно это сокровище и находится в книге, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Дорогие друзья, на этом время наша программа подошла к концу. Прощаясь вам, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам интересного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. С наступающим Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова